Приветствую вас, друзья! Вы на канале Биг Ньюз. Казахстанский певец Димаш Кудайберген в интервью блогеру Арману Давлетярову рассказал о своих секретах. Отмечу, что Димаш очень редко комментирует личную и сценическую жизнь. Более подробно далее. Один из самых закрытых казахстанских певцов дал интервью блогеру Арману Давлетярову. В том числе Димаш рассказал, что его воспитывали бабушка с дедушкой, и он до сих пор зовет их папа и мама. Далее Арман поинтересовался у Димаша о менталитете казахов. И вот, что Димаш на это ответил. Цитата. «У нас в стране тоже умеют веселиться и шутить. Вести себя не столь серьезно – это не присуще казахским людям. У нас все-таки другой менталитет, и я в этом ничего плохого не вижу. Каждый народ немного отличается друг от друга, и это нормально. Нам так удобно и комфортно. Многие спрашивают, ты пьешь или нет? Я говорю, что не пью. А как ты расслабляешься? Мы, казахи, не напрягаемся. Как-то так». Поделился Димаш. Позже он добавил и про личные ограничения. Цитата. «У казахов все-таки другой менталитет, и в некоторых программах я не могу принять участие. Допустим, в Европе или других странах. Есть разные развлекательные программы, немного непристойные, где матом ругаются или еще что-то. Я считаю, это недопустимо». Добавил Димаш. Димаш сказал, что одна из причин для такого отношения – то, что он старается быть примером для поклонников, в том числе для маленьких детей. Далее Арман задал вопрос об отношениях Димаша с китайскими и российскими коллегами. Цитата. «Я не видел ни одного популярного китайского артиста, который вел бы себя неподобающе, надменно или, как у нас говорят, с короной на голове. Они все простые и дружелюбные. В России тоже очень много простых артистов. Я уверен, процентов на 95, что в России тоже все артисты доброжелательные и простые. Потому что я с ними знаком и общаюсь», – рассказал Димаш. Ну и напоследок, певец добавил, что хочет еще побыть на сцене. Также он отметил, что ни о чем не жалеет и доволен всем, что происходит в его жизни. Ну что ж, вот такое доброе и искреннее интервью получилось у Димаша с Арманом Давлетяровым. Благодарю за просмотр и всего вам доброго. Субтитры подогнал «Симон»!